Здравствуйте! В эфире телеканал ЖИЦУ Новости. В студии Кундуз Дурмуханбетова и Сурдопереводчик Даурен Абдрасилов. Контроль качества благоустройства областного центра Аким Алматинской области Марат Султангазиев в очередной раз осуществил объезд по местам реализации стратегических и социальных проектов в городе Кунаев. Глава региона подчеркнул о необходимости своевременного их завершения, при этом акцентировав особое внимание на качестве проводимых работ. Отметим, что подобные визиты со стороны руководства области стали традиционными. По мнению специалистов, это дает импульсивный толчок в выполнении обязательств частными подрядными компаниями. Строительство систем теплоснабжения 2-го, 4-го и 5-го микрорайонов города Кунаев – один из важных реализуемых проектов. Протяженность трубопровода составляет порядка трех километров, а стоимость проекта – более 1 миллиарда 700 миллионов тенге. На объекте работают около 40 человек. На сегодня ведется разработка грунта, производится демонтаж лотков и труб. Следует отметить, что реконструкция ведется из-за износа системы теплоснабжения, которая была построена еще в 1986 году. Срок полной реализации проекта – 6 месяцев. Работы начаты в первых числах июля. На сегодня также ведется работа по благоустройству улицы Сифулина. Особое внимание уделено расширению дорожного полотна с двух на четырехполосное движение. Причем особую сложность выполнения этой работы представляет участок дороги на пересечении с железнодорожным переездом. На данный момент производится кладка стены нового железнодорожного КПП, ведется монтаж остановочных мест с укладкой поребрика и брусчатки. Прокладываются инженерные коммуникации, электросети и телефонные линии. Кроме этого, Марат Султангазиев ознакомился со строительством газопоршенной станции мощностью 52 мегаватта электроэнергии в год. Стоимость проекта около 24 миллиардов тенге. По словам специалистов, при реализации данного проекта будет создано 35 новых постоянных рабочих мест. Отметим, проект в 2022 году одобрен региональным координационным советом и является инвестиционным. Тарифы должны быть намного ниже. Именно по этой причине мы и согласились на реализацию этого проекта. Представители компании «Казах Смарт Энерго» обещали подавать тепло в город бесплатно. Необходимо это учитывать. Кроме того, глава региона ознакомился со строительством набережной Капшагайского водохранилища и реконструкцией городских пляжей. Общая протяженность благоустраиваемой территории – более 5 километров. Проектом предусмотрено обустройство тротуарных и велосипедных дорожек, озеленение газонов при помощи систем автополива, установка спортивных и детских развлекательных конструкций, соответствующих требованиям безопасности. По словам представителей подрядной компании, все работы будут завершены к концу текущего месяца. Здесь у нас будет плавный переход. Это уже пляж. Весь песок чистый, завозной. Сейчас заливаем уже пирс. Сваи под пирс основные заложены. Остается нам еще вколотить 50 свай. И уже начнется отделочная работа. В цеху параллельно все это идет изготовление. Изготовление полностью собственное. Суп подряда нет. К слову, Аким области предложил подрядчикам увеличить на территории пляжа количество игровых площадок вместо одинаковых точек общепита, также предусмотренных проектом. Руководство компании, взяв во внимание пожелания главы региона, пообещали внести корректировку в основной план и презентовать его уже на следующей неделе. Молодежь Алматинской области активно вовлечена в жизнь и развитие региона. В Кунаеве прошла встреча молодых членов Ассамблеи Жастары с депутатом Сената парламента Геннадием Шиповским. Во время встречи молодежи представилась возможность рассказать депутату о проблемах, которые их волнуют. На встрече с депутатом Сената парламента Геннадием Шиповских присутствовали работники внутренней политики Алматинской области, учреждений Ковамдых-Келесэм и Ковамдых-Даму, а также активная молодежь этнокультурных центров и общественного объединения Ассамблея Жастары. После того, как я стал депутатом Сената парламента, я в выходное летнее время, в период встреч с населением, для выявления проблемных вопросов специально выбрал три региона. Это Алматинская область, Житсу и сам город Алматы. И сегодня мы решили встретиться с молодежью региона, чтобы узнать, какие у них имеются актуальные проблемы. Также одна из наших основных задач – это тесное сотрудничество с маслехатами. Как и ожидалось, у молодежи региона оказалось немало волнующих проблемных вопросов. Это и вопрос безработицы среди молодых специалистов, и проблема низких заработных плат, которые стали причиной дефицита специалистов, отсутствие культурных объектов для молодежи и жителей региона. А также один из актуальных вопросов – это развитие казахского языка. Стоит отметить, что беседа с участниками встречи велась в основном на казахском языке, поскольку большинство присутствовавших в совершенстве владеют государственным языком. Я подняла вопрос развития казахского языка. Сейчас также актуальна проблема, что количество русских классов преобладает по сравнению с казахским. Если мы хотим вырастить конкурентоспособную молодежь, которая любит свою страну, то следует прививать им любовь к родному языку. Вместе с тем я подняла вопрос видеоконтента на казахском языке. Дети смотрят мультики, передачи и многое другое на русском языке. Только потому, что контент на казахском очень мало. И это одна из больших и актуальных проблем во всей стране. Геннадий Геннадьевич сказал, что этот вопрос возьмет на заметку. На встрече с народным избранником присутствовало около 20 представителей учреждений и объединений Алматинской области. Задать вопрос удалось многим участникам встречи. В свою очередь депутат заверил, что все проблемы, которые были и будут озвучены во время его встреч с населением, он передаст в работу ответственных лиц. А самые актуальные он озвучит во время сессии парламента. Осенью, когда откроется сессия парламента, я готов озвучить все эти вопросы в парламенте, во время дебатов, на телепередачах. Я уже отметил для себя три важных вопроса во время встреч с населением Алматинской области. Это вопрос реализации проекта комфортных школ для решения проблемы трёхсменного обучения. Второй вопрос связан с водой и её дефицитом. И третий вопрос – это развитие инфраструктуры. Во время встречи молодёжь активно задавала вопросы и интересовалась их решением у народного избранника. Вместе с тем, член Ассамблея Жастары, композитор, дирижёр Киши Сабир Гусейнов решил подарить инструментальное выступление в собственном исполнении участникам встречи. Молодёжь – это будущее страны. Под таким названием в Жамбулском районе Алматинской области прошёл слёт методистов-инструкторов по делам молодёжи. В нём приняли участие более 130 молодых людей. В ходе мероприятия они обучались у квалифицированных специалистов и обменивались опытом. Тему продолжит наш корреспондент. В оздоровительном центре села Каргалы собрались более 130 методистов-инструкторов из одного города и девяти районов области. По словам организаторов, цель данного мероприятия – развитие организаторских способностей молодёжи, повышение понимания семейных ценностей. Отметим, обучать молодое поколение будут квалифицированные специалисты, прибывшие по специальному приглашению. Тема сегодняшнего слёта – «Молодёжь – будущее страны». А это действительно так. Обучая наше молодое поколение и повышая его квалификацию, мы можем внести большой вклад в развитие молодёжной политики. Отметим, количество действующих активных методистов-инструкторов по молодёжной политике в области составляет 136 специалистов. Именно здесь у участников есть возможность освоить современные методы и приёмы работы с социальной сетью. Также здесь предусмотрен курс мобилографии. «Я родом из села Караои Балхашского района. Сейчас проходят увлекательные занятия. Например, нас обучают способом упрощения многих вещей, таких как сбор большого количества просмотров, сбор большого количества лайков и комментариев. Тут я убедился, что работу, которую мы делаем два часа, можно закончить максимум за пять минут». «Я инструктор-методист по делам молодёжи по Желысайскому сельскому округу Кигенского района. Мы активно ведём социальные сети и учимся качественно и быстро снимать видео». Стоит отметить, в рамках слёта, который продлится два дня, квалифицированные специалисты проведут для участников мастер-класс по распространению информации в социальных сетях и продвижению программ. Более 200 названий мест и водоёмов на территории страны названы на монголо-калмыцком языке. Об этом сообщил доктор политических наук Жомар Цымтыков в ходе международной конференции, прошедшей в Кигенском районе. По его словам, подобные топонимы больше всего встречаются в Алматинской и Восточно-Казахстанской области. В мероприятии приняли участие известные отечественные учёные, востоковеды, литераторы, учёные из России, Кыргызстана, Монголии, общественные деятели и жители района. Собравшиеся обменялись своим опытом работы в восстановлении древнего исторического культурного наследия Великой степи, изучении и популяризации культурно-исторических ценностей, археологических памятников древности, возрождении национальных традиций. Отметим, в Алматинской области есть несколько районных центров, имеющих название не на казахском языке. Например, «Киген, Каскелен, Шунже». По словам профессоров, эти слова – представители других национальностей. Поэтому в ходе научно-практического совещания широко обсуждался вопрос их переименования. В архивах мы нашли огромное количество свидетельств взаимоотношений, например, калмыков и казаков. Надо сказать, что не всегда эти отношения носили такой вооруженный, военный характер, конфликтный характер. Надо сказать, что эти отношения имели абсолютно разный характер, вплоть до каких-то военно-политических союзов, которые закреплялись диагностическими браками. Именно в XVII веке начинается массовая миграция аэратов на территорию современного Казахстана. Это не только Семеречи, это примерно и северный, северо-восточный, центральный и западный Казахстан современный. Ряд историков, выступивших на конференции, высказали своё мнение по данному вопросу. С докладом 1920-30-е годы «Административно-территориальные подразделения. История расположения районов юго-восточного региона Алматинской области» выступил член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан Зиабек Кабулдинов. В своей речи он предложил переименовать Инбекши-Казахский район. «Название западно-казахстанский, северо-казахстанский в восточно-казахстанской областях относятся к советскому периоду. В прошлом году при поддержке президента Республики Казахстан Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую область. Я думаю, что теперь нужно начать и другие аналогичные работы. Вторая проблема – крепости. Например, строительство Петропавловской крепости началось в 1752 году. К сожалению, они сохранились до наших дней». Кроме того, специалисты Российской академии наук поделились историческими фактами о соотечественниках, поселившихся на казахской земле в период голода. По их словам, эта тема ещё требует исследования, ведь история имеет немало тёмных пятен. «Тема русских в этой трагической истории наших стран пока поднимается очень мало. Я бы сказала, вообще пока ещё практически не поднимается. Я в своих исследованиях затрагивала этот вопрос очень кратко до настоящего периода времени. В частности, часть параграфа в одной из моих книг, посвящённых русской эмиграции в Синьцзяне, как раз посвящена уходу русских с территории Казахстана на территорию провинции Синьцзян в конце 20-х, в начале 30-х годов». Стоит отметить, это международная конференция – результат научной экспедиции, прошедшей в марте в Игурском и Кигенском районах. Большая часть озвученной информации подтверждена документально. Исторические изыскания будут продолжены. Оружен Тнееваева, Котауэрл-ХЗ, телеканал ЖЦУ, Алматинская область. В центре Алматинской области не учтены ограниченные возможности людей с особыми потребностями. Главная проблема – пандусы на входе в государственных учреждениях не соответствуют требованиям, а в некоторых зданиях их и вовсе нет. В этой связи депутаты областного Маслихата и наша съемочная группа провели рейд по гособъектам города Кунаев. Кайрат Азербай – один из самых активных граждан города Кунаев. Два года назад по воле судьбы он оказался прикован к инвалидной коляске. По словам гражданина, активно участвующего в общественной жизни, государственные объекты в областном центре не оборудованы для передвижения инвалидов. Кроме того, даже пандус городского Акимата совершенно не подходит для использования. Поэтому инспектор общества инвалидов выразил своё разочарование, сказав, что пандус сделан как издёвка над людьми с ограниченными возможностями. По словам ответственных, в ближайшее время планируется построить удобное оборудование для въезда и выезда людей с ограниченными возможностями. На эти работы выделено 5 миллионов тенге. По словам Ахсата Оренбасарова, до конца лета на входе будет установлен лифт для инвалидов. Но для его расположения внутри здания ещё предстоит проделать некоторую работу. Мы уже провели госзакупки с запросом ценовых предложений. Их выиграл индивидуальный предприниматель. Мы всё обсудили. Рядом будет подъёмник. Уже объявлен открытый конкурс на подъём лифта на пятый этаж. Его победитель также определён. По предварительным договорённостям с подрядчиком есть небольшие нюансы. Ведь у нас в Казахстане таких лифтов не производят. Следующий объект, который мы посетили – областная прокуратура. По словам Карата Азербайя, для того, чтобы обратиться за помощью ответственных специалистов, нужно выйти двум людям и помочь подняться по лестнице. Причина в том, что в здании вообще нет пандуса для инвалидов. Вот так я сижу и кручу, чтобы вышли люди и помогли мне подняться. Иногда дверь открыта, а иногда закрыта. Я не смогу войти в здание без их помощи. Тем не менее, по словам сотрудников, это здание было передано представителям прокуратуры только недавно. Поэтому к его строительству специалисты учреждения не имеют никакого отношения. Они заказали этот пандус, потому что мы недавно только сюда зашли. В принципе, это на стадии изготовления. В ходе рейда мы также посетили единственный в городе дом культуры. Отметим, люди с инвалидностью не могут посещать различные и важные мероприятия, которые здесь проходят. Нет и намёка на оборудование для въезда людей в инвалидных колясках. В Доме культуры нет пандуса для коляски. В прошлый раз, когда мы пришли сюда на одно мероприятие, сотрудники партии «Аманат» вышли и подняли нас. Я им сказал нашу проблему. В свою очередь, они заверили, что всё исправят. С тех пор прошло уже четыре месяца. Изменений пока никаких нет. Посетив государственные учреждения, которые необходимы каждому жителю для получения услуг, депутат Маслихата пообещал рассмотреть данный вопрос в масштабах области. Сегодня было выявлено то, что в центре Алматинской области, в городе Хунаев, в Акимате городском отсутствует у нас пандус. Он есть, но он абсолютно не соответствует требованиям закона Республики Казахстан о социальной защите лиц с инвалидностью, а также в областной прокуратуре та же самая ситуация и в принципе в Доме культуры. В связи с этим я, как депутат Алматинского областного Маслихата, направлю запрос в соответствующие органы Акимам города Хунаев и Алматинской области. Будем ждать ответа и будем надеяться на то, что данная ситуация найдёт своё решение. Одно из мест массового пребывания людей – Центр Обслуживания Населения. Несмотря на то, что на объекте есть пандус, лифт для инвалидов не работает. По словам Карата Азербайя, прошёл год с момента установки лифта. Он ещё не сдан в эксплуатацию, поэтому пока нет никакого знака. Если попробовать нажать на кнопку, он работает. Но работу ещё не приняли. По итогам рейта стало очевидно, что в областном центре не полностью созданы условия для людей с особыми потребностями. Новый запрет на ИНТ может появиться в Казахстане. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования. Со следующего года выпускникам школ могут запретить приходить на сдачу теста со своими ручками. Это связано с тем, что многие прячут в этом предмете шпаргалки. Кроме того, было обнаружено, что один находчивый абитуриент написал формулы на витаминках, которые разрешено приносить с собой на экзамен. Другой же пожертвовал пиджаком и сделал вырез в кармане, где спрятал смартфон. Также стоит отметить, что в этом году на сдачу экзамена было изъято 402 запрещенных предмета. В городе Кукшетау открыли летний лагерь для детей с аутизмом. Санаторий организовали по инициативе Ассоциации «Инклюзивные родители» при поддержке меценатов. Сейчас лагерь посещают 10 ребят. С особенными детьми работают специальные педагоги, психологи, логопеды, а также дефектологи. Кроме того, для отдыхающих предусмотрены познавательные игры, йога, поездки на природу и сеансы ипотерапии. Все это помогает детям полноценно развиваться, отмечают организаторы. В Южной Африке выпал снег. Жители Юханесбурга, проснувшихся утром, увидели за окном снегопад, который не выпадал здесь 10 лет. Местные жители в удивлении, а многие дети первый раз видят снег. Власти посоветовали южноафриканцам одеваться потеплее, поскольку холодный фронт накрыл большую часть страны. По словам метеорологов, пока не ясно является ли необычная холодная погода результатом климатических изменений. В США прошел ежегодный фестиваль подводной музыки. На торжественное мероприятие собрались сотни зрителей на рифе Луки в районе национального морского заповедника «Флорида Кис». Основная цель музыкального шоу «Русалок» – поощрение сохранений коралловых рифов. Музыка транслировалась под водой через водонепроницаемые динамики, а участники плавали среди морских обитателей. Между музыкальными выступлениями зрители рассказали о способах минимизации воздействия на окружающую среду коралловых рифов. Их из-за богатого разнопразия называют морскими тропическими лесами. Вторая волна жары этого лета накрыла Испанию. Температура на юге Пиренейского полуострова достигла более 40 градусов. Изнывают от жары и жители столицы страны Мадрида. Там также столбик термометра не опускается ниже 40 градусов. Местные власти привели в режим повышенной готовности пожарно-спасательной службы. Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило граждан о сохранении высоких температур в течение этой недели. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале Жецу и будьте в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова